Вот так шапочка смотрится на голове, окружность манекена 56 см, вот такой мягкий переход получился, отличная посадка, вот такая красивая макушка шапочки. Всем привет, рада приветствовать вас на своем канале Вязаные Аксессуары. Сегодня мы с вами будем вязать вот такую вот модель шапочки из пуха норки, сделаем градиент. Градиент у меня достаточно такой мягкий получился, переход, сейчас я разверну. Использовала я два цвета, мятный и вот такой вот бежевый. Начала я с мятного цвета и закончила бежевым. Шапочка у нас из пуха норки, вяжем мы ее в 4 основные нити. Эту модель я вязала на окружность головы 56 см. По поводу плотности, я уже знаю свою плотность, я не рассчитывала, но вот могу вам сказать, чтобы рассчитать, если вы хотите на свой размер, есть два варианта. Можно связать образец, постирать его. Образец должен быть не меньше 10 см в ширину и также 10 см в высоту. Вяжите образец. Смотрите, по расчету на шапки из тех, которые вяжутся резинкой один на один, вы немножко растягиваете свой образец. Растягиваете так, как хотели бы, чтобы шапочка сидела у вас на голове, так как это резинка, посадка у нее в принципе универсальная, но чтобы она не тянула сильно. Смотрите, вот вы немножко ее подтянули, образец. Измеряем, сколько у нас получилось петелек в 10 см. Да, вот допустим, у меня устраивает вот такое растяжение. Вот так, допустим. Измеряем, сколько у нас здесь петель в 10 см. Потом, сколько в одном. Умножаем полученное число на нашу окружность головы и доводим до ближайшего кратного 2. Плюс одна петля для замыкания вязания в круг. Можно сделать вот такие расчеты. Я уже свою плотность знаю вязание, поэтому я уже в принципе могу на глаз набирать. На окружность 56 см я набираю 100 петель. Вяжу я в 4 основные нити спицами номер 5. На окружность головы 55 см я бы рекомендовала вам набирать 94 петли, наверное. Потому что резиночка, в принципе, шаг в 6 петелек, мне кажется, он достаточно оптимальный. 6-4 петли. Так, по размерам. После ВТО общая высота у меня шапки 23 см. Отворот у меня 9 см. По пряже я использовала 1,5 мотка мятного цвета и около 2 мотков бежевого. И вот у меня вот такой вот остаток. В принципе, если вы используете норку, можно использовать 2 мотка одного цвета, 2 мотка другого цвета. Также можно использовать потом эту оставшуюся пряжу для вязания снуда. Это очень удобно. Или для вязания другой второй шапочки. Ну, расход приблизительно получился чуть больше 2 мотков. Ну, совсем чуть-чуть. Градиент у меня получился такой очень мягкий. Но можно делать градиент более, да, такой насыщенный. Я провязывала, ну, отрезки приблизительно 6 см, да, я провязала мятным цветом. Потом добавила 1 ниточку бежевого, убрала 1 мятную. Провязала опять 6 см. Добавила вторую нить другого цвета. Потом провязала где-то 7 см. Добавила третью. И уже провязала еще там немножко 5. И уже перешла на основной цвет. Можно сделать, допустим, провязать побольше, да, вот одним цветом. Чтобы она была более контрастна. И начать переходы делать. Ну, вообще переходы можно делать по сантиметру-полтора. Добавили ниточку, провязали полтора сантиметра. Потом добавили вторую ниточку, провязали полтора сантиметра. Можно начинать приблизительно от середины, допустим, шапочки, да, вот. Все на ваше усмотрение. В зависимости, сколько пряжи у вас есть, это уже на ваш вкус. Норку я использовала без доп-нити. Мне пишут в комментариях, почему я не использую, да, допустим, доп-нить. Почему не использовала. В таких шапках я стараюсь не использовать, потому что изделие подсаживается. Ну, это на мой взгляд. Поэтому я не использую доп-нить. Просто вяжем из норки. Хотите, используйте. В принципе, после образца, если вы свяжете образец, вы посмотрите, как ваша пряжа ведет себя. Подсаживается она или нет. Эту шапочку я стирала руками, замочила я ее сначала предварительно на час, далее аккуратно простирала и забросила в стиральную машину на полоскание. Благодаря этому пух лучше расходится на 600 оборотов у меня машина. Вот, посмотрите. После того, как она у меня постиралась, я ее выложила, да, на ровную поверхность. И продула потом уже феном, когда она немножко подсохла. Это тоже очень хорошо распушает пряжу. В принципе, такую модель вы можете связать и одним цветом. Шапочка универсальная. Ну, с градиентом, мне кажется, очень хорошо смотрится. Приступаем к вязанию. Итак, у меня полтора моточка бобинной норки с метражом в 50 граммах. 350 метров в таком цвете мятном. И два моточка бобинной, не бобинной, а моточной норки. Вот в таком бежевом молочном, такой бежевый молочный цвет. Красная этикетка, цвет 952. Итак, вяжем мы в 4 нити. Начинаем мы с мятного. Мы берем с вами ниточку сверху и из серединки. Ищем. Вяжем мы в 4 основные нити. С одного мотка берем в 4, в 2 нитки. И со второго также берем 2 нити. И с серединки, и сверху. Вот я подготовила 4 сложения. Начинаем мы с вами набирать на спице номер 5,5. На укороченной леске у меня это на 40. Так, набираем 100 одну петлю. 100 для основного полотна и одну петлю для замыкания, вязания в круг. Набираем обычным способом необходимое количество петель. Набираю я на спице чуть большего размера, чтобы край у нас с вами не тянул. Если вы сразу решили вязать на спицах номер 5, в этом случае вы набираете послабее, не затягивайте край, чтобы он у вас не тянул. Набираем самостоятельно. Набрали наши петельки. Смотрите, чтобы край не перекрутился. Далее замыкаем вязание в круг. Для этого с левой спицы на правую первую петлю снимаем, а с правой спицы на эту петельку мы первую набрасываем. Сбрасываем ее, подтягиваем и возвращаем на место. Так как шапочка у нас отворотом, для красивого наборного края мы вязание разворачиваем. Развернули. И далее начинаем с вами провязывать резинкой 1 лицевая, 1 изнаночная. Переходим мы сразу на спицу номер 5. У меня на длинной леске. Придерживаем кончик и провязываем. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. И так продолжаем до конца ряда. Провязали ряд до конца. И далее мы с вами продолжаем провязывать по кругу, по рисунку. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Провязываем таким образом на необходимую нам высоту. 1 лицевая, 1 изнаночная. После того, как я провязала 6 см резиночки, я буду вводить нить уже другого цвета, норки. Смотрите, как мы будем это делать. Я буду отрезать 1 ниточку там, где у меня была полматочка. Берем. Оставляем кончик. Вот такой, чтобы нам было удобно соединить. Берем ножницы, отрезаем. Дальше. Смотрите, чтобы у нас не было узелков, мы с вами будем соединять нити под путем метода, методом сухого валяния. Вот так распушаем кончик. Это очень удобно. Этот распушили. Берем, берем следующий. Распушаем. Вводим уже бежевый цвет. Вот таким образом. Дальше берем, соединяем вот так кончики равномерно. Укладываем на ладонь и начинаем очень хорошо сваливать. Так скручиваем нить. Обязательно. Скручиваем там, где у нас были концы ниточки. Потом прокручиваем по ходу скрутки. И опять немножко скручиваем. Все, мы ввели с вами нить другого цвета. И продолжаем с вами опять провязывать резинку. Итак, вот я провязала еще 6 сантиметров. Общей сложности у меня провязано 12. И теперь мы вводим с вами нить уже вторую. Вот эту бежевого цвета. Вводим со второго моточка. Я отрезаю ниточку вот от этого мотка. Маленького. Где у нас была с вами половинка. Также, таким же способом, мы с вами вводим ниточку вторую. Опять так же нити будем сейчас сваливать вот таким вот образом. Теперь у нас с вами две нити бежевого цвета, две мятного. Давайте я покажу вам еще раз. Вот я размахрила на волокна одну нить. И вот вторую. Выкладываем на ладонь. И начинаем сваливать. Сначала посерединке, потом переходим к краешкам. Там, где соединяли. Хорошо скручиваем вот таким образом. И далее по ходу скрутки так же прокручиваем еще руками. Чтобы нить у нас хорошо очень свалялась. Вот таким образом. И опять продолжаем вязать. Теперь у нас две мятные нити и две бежевые. Продолжаем. Так же по кругу, по рисунку. Ну вот мы провязали необходимое количество сантиметров в высоту. У меня получилось в общей сложности я провязала 19 сантиметров. То есть сначала я провязала 6 сантиметров. Потом еще 6. Да, ниточку мы заменили. Теперь 7 сантиметров. Немножечко побольше. И сейчас вот в общей сложности у меня 19 сантиметров. И теперь мы опять вводим нить бежевого цвета. Отрезаем одну ниточку мятную. И вводим ниточку бежевого цвета. Берем либо из серединки, либо сверху. Смотря откуда вы начали вязать. То есть уже мы вяжем из одного мотка, да, вот из этого в две нити. У нас получается в общей сложности 3 нити бежевого цвета и 1 мятная. Соединяем так же, как я вам показывала. Все, я соединила ниточки. И мы с вами вяжем теперь в 3 нити бежевого цвета и 1 мятную. Продолжаем самостоятельно. Ну вот мы с вами провязали с ниточкой, да, с одной оставшейся мятного цвета. Теперь у меня от начала изделия до, вот, да, я провязала 25 сантиметров. И я уже все, отрезала нить мятную и уже перешла на бежевый цвет. То есть я теперь вяжу из двух мотков. Все, в 4 нити бежевых. И далее мы с вами провязываем уже на необходимую нам высоту. И уже будем переходить к закрытию макушки. Провязываем самостоятельно. Вот таким образом. Вот здесь я сделала пометочки, когда мы добавляли ниточку, да, меняли. Вот таким образом. И вот здесь у нас. И дальше уже будем вязать только вот этим вот цветом. После того, как мы провязали с вами на необходимую нам высоту. Посмотрите у нас уже какой получается градиент. Общая высота у меня 33 сантиметра шапочки. Мы переходим к убавлению. Вот здесь вот маркерами я отметила те места, где я вводила нити другого цвета. Смотрите, какое у меня расстояние от маркера до маркера, да, получилось. И вот здесь уже от зеленого маркера и выше я уже вязала одним цветом, вот этим вяжемым. Все, общая высота 33 сантиметра у нас в нашей шапочке. И мы переходим к формированию макушки. Закрывать будем несколько рядов. Сейчас с вами начнем. Первый ряд убавлений. В первом ряду мы с вами провяжем по 3 вместе лицевой петлей. Смотрите, мы лицевую подхватываем слева направо. Переснимаем с вами на правую спицу. Изнаночную петельку разворачиваем правой стенкой. И провязываем вместе с лицевой. Лицевой петлей с наклоном вправо получается. Далее протягиваем через снятую. Вот таким образом. Все, мы убавили. Одна изнаночная. Повторяем. Лицевую снимаем. Вводим спицу слева направо. Сняли. Далее изнаночную, если вы вяжете классикой, то у вас уже стоят они правой стенкой. Я бабушкиным способом. Поэтому я разворачиваю правой стенкой к себе. Лицевая у меня уже стоит правой стенкой. Я провязываю лицевую вместе с изнаночной лицевой петлей. И протягиваю через снятую. Все, я провязала, видите, три вместе. Одна изнаночная. И так мы продолжаем с вами убавлять до конца ряда. Все наши петельки. Провязываем три вместе. Лицевой и одна изнаночная. Три вместе лицевой. Убавили. И одна изнаночная. Все. И так мы продолжаем до конца ряда. Второй ряд. И во втором ряду мы все петли провязываем по узору. Одна лицевая, одна изнаночная. Без убавлений. Одна лицевая, одна изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная. И так продолжаем до конца ряда. Третий ряд. В третьем ряду мы провяжем с вами лицевую с изнаночной вместе лицевой петлей с наклоном влево. Лицевая у меня стоит правой стенкой. И я ее разворачиваю. Изнаночная у меня уже стоит левой стеночкой. я провязываю вместе лицевую изнаночную лицевой петлей повторяем лицевую разворачиваем провязываем вместе с изнаночной лицевой петлей и так продолжаем до конца ряда вот таким образом лицевая у нас сверху получается все провязываем самостоятельно закончили наше убавление отрезаем нить оставляем кончик 10-15 сантиметров берем иглу и будем стягивать макушку переносим все петли на иголку вот таким образом и так вот мы перенесли пока сильно не затягиваем выворачиваем на изнаночную сторону нашу шапочку и здесь уже мы аккуратно подтягиваем смотрите чтобы нить не порвалась очень аккуратно все делаем и дальше мы еще проходимся вот через эти петли которые стягивали фиксируем нить вот таким образом по кругу ну вот наша шапочка почти готова вот такая макушка у нас с вами получилась давайте сейчас ее измерим до в этом общая высота у нас изделия 32 сантиметра очень хороший отворотик у нее получается вот такая она очень нежная сейчас она постирается весь пух разойдется петельки выровняется будет очень симпатично вообще-то сочетание цветов мне очень нравится очень хорошо мятный инфинити еще цвет называют сочетается с белым тоже очень красивый градиент получается и так дальше у нас стирка смотрите можно замочить в чуть теплой воде со средством для стирки шерстяных и деликатных изделий я стираю сладкой замочили можно где-то 30 минут подержать можно час дальше аккуратно да мы ее немножко постирали буквально да и дальше мы отправляем ее полоскать стиральную машину можно поставить режим 600 оборотов и просто полоскание самое главное чтобы не было резкого перепада температур то есть вы уже ее постирали в чуть теплой воде она у вас замочилась полежала водичка уже прохладная вы ее состернули и уже тогда в машину потому что благодаря барабанной да вот этой вот сушки отжиму очень хорошо расходится пух далее шапочку вытащили разложили на ровную поверхность вот таком развернутом виде периодически изделия мы переворачиваем когда она у вас уже подсохнет можно продуть ее феном очень тоже хорошо пух раскрывается режим холодный воздух сначала вы изнутри ее продуваете да а потом снаружи дальше можно пройти с щеточкой специальной не специальной а сейчас покажу вам вот такой которую я приобрела это вот щетка для обуви она новая и вот после того как вы уже ее подсушили продули можно аккуратно вот так пройтись щеткой тоже очень хорошо она удаляет лишний пух и дает пуху раскрыться все дальше хорошо встряхнули и уже она у вас досыхает принципе распушить шапку не трудно все шапочка высохнет прячем все кончики и носим с удовольствием надеюсь видео вам понравилось и было полезным подписывайтесь на канал включать уведомления о новых публикациях всем всего доброго и ровных 7 петелек